В феврале 1943 года закончилась Сталинградская битва, ознаменовавшая полный провал плана Гитлера прорваться к кавказской нефти. Военные действия на Украине привели к образованию дуги, обращенной на запад у города Курска. Фашисты предполагали ударить в основании дуги с севера от города Орла и с юга от города Белгорода. С этой целью были созданы две ударные группировки. Они насчитывали около 900 тысяч человек, 2758 танков и самоходных артиллерийских установок, 10 тысяч орудий, а также 2050 самолетов. Советское командование решило измотать наступающие силы фашистов в оборонительных боях, а в критический момент нанести контрудары. Для этого были созданы 8 укрепленных рубежей. На северном фланге оборону держали войска под командованием генерала армии Рокоссовского. Юг прикрывали войска генерала армии Ватутина. Выступ занимали войска генерал-полковника Конева. Всего было задействовано 1 миллион 300 тысяч солдат и офицеров, 3 тысячи 4444 танка, 19 тысяч 100 минометов и орудий, 2172 самолета. Координацию операции осуществляли представители Ставки, маршалы Жуков и Василевский. В ходе боев на севере выступа немцы за пять дней потеряли до двух третей танков и перешли к обороне. На юге противник пытался прорваться к Курску, но под селом Черкасское немецкую армию удалось остановить. 12 июля произошло сражение под Прохоровкой, в котором участвовало 850 танков с советской стороны и 700 танков из самоходных артиллерийских установок с немецкой. Бой под Прохоровкой остановил наступление фашистов и сделал невозможным дальнейший прорыв к Курску. 12 июля на северном фланге началось наступление на Орел. Ко второй половине дня оборона противника была прорвана, а 5 августа Орел был освобожден от фашистов. В тот же день на южном фланге контрнаступление завершилось освобождением города Белгорода и 23 августа города Харькова. Битва на Курской дуге стала началом победоносного шествия советской армии.